Народ, всем привет! В этот четверг я расскажу вам то, чего вы наверняка не знали про студию Naughty Dog. Кто убил первую игру создателей студии? Откуда там взялся Ник Дракман? И как сотрудников Naughty Dog чуть было не пришибли железной трубой? Поехали! Все началось с большой любви двух пацанов к видеоиграм. Основатели Naughty Dog, Джейсон Рубин и Энди Гевин, встретились еще в школе. Однажды они, обсуждая игрухи ранних 80-х, да обсуждались до того, что открыли собственную студию. Сообразили на двоих название — Jam Software, что расшифровывается как Jason and Andy Magic — магия Джейсона и Энди. Правда, в их первой разработке не было ни заклинаний, ни драконов, только одна математика. Программа называлась Math Jam, и ее главной миссией было научить первокласса к основам арифметики. Затем подростки почти изобрели симулятор лыжника. Почему почти? А потому что однажды Энди взял дискету с единственной копией игры и случайно записал на нее что-то левое. Это так разозлило Джейсона, что он намутил новый код с нуля всего за одни выходные. Так появилась Sky Crazed, которая разошлась тиражом в 1500 копий и принесла парням по 2 бакса за каждую. А теперь пара слов о том, чему никакие невзгоды не страшны. Игровой ноутбук TUF Gaming FX506 от Asus отличается повышенной, прям-таки армейской надежностью. Можно выбрать 15-ти или 17-ти дюймовый вариант, начинка в любом случае будет богатой. Процессор Ryzen нового поколения 4000 серии и видеокарта GeForce RTX 2060. Причем такая видюха позволяет не только играть, но и стримить в максимальном качестве. Поддерживается трассировка лучей, а также имеется функция DLSS 2.0, которая при помощи нейросетей делает изображение более резким и контрастным. А еще она позволяет до двух раз увеличить число кадров в секунду и при фиксированной частоте обновления экрана на 20% повысить время автономной работы ноутбука. В итоге имеем отличный ноутбук по адекватной цене. Обязательно найдите ссылку в описании. ДРИМЗОН Последней игрой от Gem Software стала Dream Zone. Полнейший сюр, если спросите. Но народу зашел и продался уже в 10 тысяч копий. Тут-то друзья-товарищи решили, что рано или поздно магия должна закончиться, а игра по-взрослому начаться. Они переименовались в Noity Dog и сели на уши не абы кому, а самой Electronic Arts. Тогда это еще была вроде приличная компания. Она откликнулась на зов 18-летних чуваков и стала с ними сотрудничать. Под крылом электроников молодые псы выпустили пару игр и в том числе неплохую рулевуху Rings of Power для Sega Mega Drive. Тут-то и случился конфликт. Параллельные электроники выводили на рынок симулятор американского футбола Madden NFL. На его раскрутку бросили все средства, а потому издатель решил сократить тираж игры от Noity Dog'ов, чтобы сэкономить деньги на производство картриджей. Такое вот кидалово. Кстати, если не знали, у Noity Dog есть свой маскот. Разгильдяйного вида пес в моднявых очках, который впервые появился в стартовых заставках старых игр и в том числе уже упомянутый Rings of Power. С ней, кстати, все было еще интересней, потому что вместе с псом на заставке мелькала и девчуля-красоточка, с которой с помощью специального магического кода можно было снять футболочку. Вот же шаловливые псы, а! Но вернемся к нелегкой судьбине начинающих разработчиков. Наученная горьким опытом, Noity Dog принялась создавать следующую игру на собственные средства, без всяких там издателей. Так от Рубина и Гевина вышел файтинг для консоли 3DO, Way of the Warrior. Получилось, конечно, всего лишь личинка Mortal Kombat'а, но этого хватило, чтобы игру и студию заприметил Марк Церни. Да, тот самый Грандмастер SSD для пятой плойки. Он-то и предложил Noity Dog'ам заняться играми для PlayStation 1. Как теперь вспоминают основатели студии, сотрудничество с PlayStation было лучшим решением, которое они принимали. Ну вот, а вскоре началась эра Крэша, в смысле эра народной любви к Крэшу Бандикуту, главному герою легендарной серии от Noity Dog. Между прочим, изначально Крэша должны были звать Вилли Вомбат. Вариант тоже неплох, но Крэш все-таки лучше. Причем настолько, что в честь персонажа был назван целый вид реальных Бандикутов, правда уже вымерших. Так что завести себе домашнего Крэша Бандикута не получится, последний из них остался в Австралии эпохи миоцены. Виртуальному же Крэшу, несмотря на все внутриигровые перипетии и хроническую ошалелось, повезло больше. Он быстро стал символом PlayStation. Причем настолько ярким, что в 1994 году стенд Крэша поставили напротив стенда с нинтендерским Марио. Ну, консоли менялись. На смену первой плойке пришла вторая, а потом и третья. А на смену Крэшу явились не менее узнаваемые Джек и Декстер. Попутно менялись численные студии Noity Dog и даже ее руководство. В 2004 году Энди Гевин и Джейсон Рубин уступили место у руля молодым менеджерам Эвану Уэллсу и Кристоферу Баллестре. Дороги пацанов-геймеров разошлись. Энди решит заняться разработкой социальных приложений, а Джейсон выпустит комикс Iron Saint и усядется во главе издательства THQ, которое при нем же и обанкрутится. Перед тем, как уйти, Рубин успел нанять на работу одного весьма примечательного сотрудника — Нила Дракмана. Тот был заядлым посетителем всяческих игровых выставок и в 2004 ему удалось попасть на GDC — крупнейшую конференцию разработчиков. Там-то эти двое и встретились. Рубин устроил Дракмана программистом-стажером. Первой игрой Noity Dog, которой Нил приложил руку, стала третья часть Джека и Декстера. И Дракман так хорошо себя проявил, что его даже перевели в гейм-дизайнеры. Ну и пошло-поехало. Uncharted, Last of Us. Название мощное, но знаете, как называлась самая первая игра Нила еще в допсовую эпоху? Дикий пингвин ин. Не шучу. Выходил на Несси, между прочим. Сейчас Noity Dog — монстр игровой индустрии. И попасть в эту студию удается далеко не всем. Один из художников, работавших над Uncharted 4, рассказывал, что тяжелее всего приходится именно его собрать им по ремеслу. Среда конкурентная, нужно быть готовым к череде бессонных ночей. Лично он, когда устраивался в Noity Dog, потратил на подготовку тестового задания 3 месяца. Само собой, нужно на зубок знать все игры компании. Руководители арт-отдела лично изучают портфолио претендентов и ищут тех, у кого прокачан скилл в изображении реалистичной анатомии. Также ценятся навыки скульптуры. И только затем идет текстурирование персонажей и работа с UV-разверткой. Короче, я понял, что лично у меня шансов точно нет. А вот Кассина Карадонна, самая обыкновенная девчонка, своего шанса не упустила. Взяла, да и подарила Дине из Last of Us 2 свое лицо. И за это ей заплатили всего 2 доллара. Напомню, что играет и озвучивает Дину актриса Шеннон Вудвард. Надеюсь, самих сотрудников студии так деньгами не обижают. А вот чем точно обижают, так это переработками. Инфа о них просачивается постоянно. Недавно, например, покинувший студию аниматор Джонатан Купер взял и рассказал обо всех трудовых невзгодах. Мол, сам он работал около 55 часов в неделю бедняжкой. Но другим приходилось тяжелее. А кто-то из-за кранчей даже загремел в больницу. В результате, после релиза Uncharted 4, в студии началась текучка кадров, которая до сих пор так и не остановилась. Но все бывшие сотрудники уверяют, что Last of Us 2 получится изумительной. Кстати, Naughty Dog при приеме на работу обязывает подписать примечательный документик. Все личные проекты разработки сотрудников, которыми они занимаются в свободное время, все равно являются собственностью Naughty Dog. Такое вот творческое рабство. А теперь немного охренительных историй. Переработки в Naughty Dog настолько естественная тема для сотрудников и настолько неестественная дичь для других, что однажды это чуть не привело к трагедии. В один из поздних вечеров на пол студии грохнулась тяжеленная металлическая труба, которую бросили сверху работавшие в здании ремонтники. Аккуратно ее спускать, видимо, был лень. Им даже в голову не пришло, что так поздно в офисе могут быть люди. Но они были. К счастью, никто не пострадал, а вот ремонтную команду пришлось уволить. И еще кое-что напоследок. В одном из офисов Naughty Dog висит огромная фотография Николаса Кейджа. Но это так. Вдруг вы жить не сможете без этой информации? Вот, пожалуй, на этом и все. Если знаете какие-нибудь крутые или грязные секреты про Naughty Dog, шепните в комментариях. И не забывайте про фактический лайк, подписку и колокольчик. Передавайте привет Борис Арон Черепитуру в плохих новостях. Через неделю услышимся. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok